С длинной седой водой сидел на скалейке и зонтиком чертел что-то на песке. Подвиньтесь, сказал папа. Старичок подвинется и взглянул на красные сердца и леды мальчика, сказал. А что с тобой? Ничего. А вам что? Мне ничего. А вот и сейчас ругался, взорился с кем-то. Еще бы, сердительно ответил мальчик. Я скоро совсем из дома убегу. Убежишь? Убегу. Ты за одной ледки. У нее вон у кого-то краска, мне ни одной не дает. Я сейчас ей чуть не подал пироженька. Не дойдет? И из-за этого бегать не стоит? Не только из-за этого. Мамушка меня из-за одной морковки в куб не прыгнула. Ну, прямо тряпкой, тряпкой. Павлик засопил от обиды. Ну, ничего, сказал старичок. Один-то другая, другой пожалеет. Никто меня не жалеет. Брат едет на ловниках, а гадна. А меня не берет. Я его просил. Возьми лучше. Я мертвы уточу. Стал в лодку полезу. А что вы тут спрашиваете? Я хочу тебе помочь. Я знаю волшебное слово. Волшебное слово? Да. Павлик открыл рот от отзывления. Старичок породил стерковь мальчика и сказал, что это слово нужно произносить тихим голосом, смотря прямо в глаза. А какое же слово? Старичок показал, что оно ушло, что-то пропадал и громко добавил. Запомни тихим голосом прямо в глаза. Старичок породил стерковь мальчика. Так широко ее руки распустились, и она дала ей украску. Павлику она не так сильно нужна была. Он просто взял и выходил с ней по комнате. И обратно вернул. Вот сейчас сколько дел можно творить. Бабушка как раз сейчас что-то не встряхает. Посмотрим. Прогонит элемент. Павлик пришел к бабушке. Она как раз против меня занимала горячие пирожки. Она как раз сидит. Бабушка. Он взял в лес. Посмотрел глаза. Бабушка. Можно мне, пожалуйста, кусочек пирожка? Волшебное слово он съел. У него в каждой морщинки улыбки и глаза. Бабушка. Бабушка договаривает. Да и из горячих восхотел пучок. Убирал самый мяный, красивый пирожок. «Ой, волшебник, волшебник!» — повторял мальчик про себя. За ужином Павлик сидел очень тихо и прислушивался каждому с ногу врать. И когда он сказал, что были на лодке, Павлик встал, взял его за плечи и сказал «Возьми меня, пожалуйста!» — и сестра поплатила. «Возьми, конечно! Пожалуйста!» — Павлик? «А чего же не взять?» Брат потерпал его в голове. Пойдем на плечо и сказал «Ну ладно, собирайте, путешественник, поедем!» Павлик быстро высочил его стола, побежал в парк, чтобы побегали дедушку. Но на скандинке уже никого не было. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты!